В таком наряде князю на поклон можно, вообще четкий. Всем привет, меня зовут Саша и вы на канале Беларусь Чайна. Как всегда распаковка, обзоры на, я думаю, не менее интересные товары, чем в предыдущих моих выпусках. Поехали! Рабочие кроссовки, сезон лето-весна. Насколько я понимаю, они для меня уже будут большие, потому что я видел свою ногу со стороны, и левую, и правую. И эти кроссовки реально здоровые. Как всегда, я побоялся, что китайцы маломерят и заказал на два размера больше, чем нужен. Я ношу 43, я заказал 45, здесь написан 45. И они реально, блин, собака похожа на 45. Если учесть то, что они реально позиционируют себя как рабочие, то выполнены они достаточно неплохо. Видимых косяков практически нет. Вот здесь небольшой наплыв клея, и вот с этой стороны. На том кроссовке точно такая же ситуация. Нет шнурков, вставлена резинка по бокам. Вот эта надпяточная часть достаточно мягкая. Внутри находится какая-то поролонка. Касательно подошвы. Пальцем прогнуть ее, в принципе, не получается. Вот в этой части только чуть-чуть. Это будет, скорее всего, слабое место. Вот эти вот два изгиба. А так остальное все такое чувство, что она летая и ничего не продавливается. У нас, получается, в этом кроссовке будет слабое место вот эта часть. Если она у вас протирается достаточно быстро в обычной обуви, то здесь она уйдет тоже очень быстро. Почему я про это заговорил? Потому что вся китайская обувь, которую я дешманскую заказывал, она вся стирается по подошве. То есть, ну, не стирается, она проламывается. Вы поставили ногу, проносили там месяц, два, полтора, кому как повезло. И у вас задняя часть ноги, точнее, около пятки или сама пятка проваливается вовнутрь. Потому что они экономят на подошве. Видели когда-нибудь, как китайцы делают обувь? Делают верх и подошву не приклеивают, а просто окунают в такой жидкий чан с пластиком. Ну и там какая-то форма слегка придается. Так вот, здесь, наверное, все-таки чуть по-другому технологии устроено. Два вида какого-то вот этого резинового покрытия, плюс еще эти желтые вставки. Поэтому я подразумеваю, что это будет носиться дольше, чем обычно. Плюс ко всему, вот эта часть металлическая, вот этот вот носок, вот досюда, вот досюда он металлический. Я хотел ее протестировать, засунуть там ногу под машину, там или ударить сверху молотком. Так как они мне большие, я их носить уже сам не буду и, соответственно, тестировать не буду. В общем, если вы из Беларуси заинтересовались, пишите по сходной цене, так сказать. Внутренняя часть тоже сделана достаточно аккуратно. Стелька обычная, никаких ортопедических прокладок, ничего, никаких торчащих пупырок нет. Просто тоненькая стелечка, поэтому если вдруг она вам не угодит, я думаю, без проблем можно взять себе другую. Ну, вот сейчас к ноге приложу стельку. Блин, да, сантиметра на два длиннее, чем моя нога. Вот, на первый взгляд, обычная тряпочка. Блин, вообще ничего сверхъестественного, просто нарисовано две акулы. А по факту это, это супер уникальная вещь. Смотрите сюда. Ее можно носить как шарф, как намордник, ну, как банданку, как банданку какую-то. Потом подвязывать вас длинные волосы, как обруч, на руке завязывать косичку, сделать такую шляпу. И, обычная шляпа, хоть на митинг, хоть на свидание. Хоп! Маска превращается в элегантную шапочку. Если у вас длинные волосы, то они у вас, короче, здесь еще будут. Можно подвязать ее, как-то вот так спрятать. Там в инструкции была нарисована картинка. В общем, как-то вот так, что-то шапка. Но, если потренироваться, то, я думаю, в принципе, получится. Пока не вижу, как выгляжу. А нет, вижу, как шапочка для плавания. Можно сделать просто повязку для волос. Или, ну, для головы. То есть, грубо говоря, вот так. Ну, естественно, расправьте. Закажите, расправьте. Более красиво. Повязка на руку. Ну, и еще какие-то там варианты. Знаете, как называется такой вариант перчаток? Нажмите на паузу и напишите. Ну, а для тех, кто в теме, не в теме, это митинги. Нашел название на просторах интернета и вот решил сумничать чуть-чуть. Ты, видно, гонишь мне? Нет, я тебе не гоню. Как по мне, так это бомж стайл, бомж вариант. Длинные беспалые перчатки. Зачем они нужны? Вообще, для кого они? Я не знаю. Сами по себе связаны достаточно неплохо. Жутких торчащих ниток нет. Единственное, что вот здесь на кромке пальцев чуть-чуть. А так, ну, сидят хорошо. И, возможно, удобно такие перчатки одевать на горку. Если катаетесь там на санках, на лыжах, у вас просто пальцы нафиг отмерзнут. Зачем я ее заказал? У вас в голове вопрос крутится. А не зачем? Просто так. Если вам нравится, ссылка, конечно, в описании. Для вас. Оле, 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 оле. Гриффиндор, вперед. У меня сын начал читать вторую книжку о Гарри Поттере. Ему достаточно понравилась эта тема. Первый фильм он уже посмотрел. Второй будет смотреть только в тот момент, когда прочитает вторую книжку. Ну и так далее. Так вот. Гарри Поттер ему симпатизирует как персонаж. И, в принципе, школа Гриффиндор. Я думаю, он был бы не против в ней поучиться. Я ему предложил, хоть, говорит, закажу тебе шарф. Он говорит, да, хочу. Вот шарф я ему заказал. Приятный материал. Запаха никакого нет. Ну и достаточно длинный. То есть, вот это метр, это полтора метра. Класс. Я думаю, ребенок будет однозначно доволен. Если ваши дети тоже фанаты Гарри Поттера, ссылка будет в описании. В шарфике чувствую себя выпускником Гриффиндора. Вообще четкий. Ну, по факту, прикольный шарф. Конечно, хотелось бы, чтобы с этой стороны тоже был принт. Была вот эта нашивочка. А так вообще, класс. Изначально я, конечно, хотел вот этот сумец носить, как нынешние тренды, через плечо. Но вот так вот. Ну, здесь достаточно маленькая резинка. Она тянется не очень хорошо. То есть, если вы очень крупный, она вам не подойдет однозначно. Поэтому придется носить только вот в таком положении. Так, сейчас я вот застегнул. Ну, еще сюда две руки. Ну, ногу, грубо говоря, сюда можно вот закинуть. То есть, на больших людей эта сумка не подойдет однозначно. Два кармана. Один карман вот здесь, второй карман вот здесь на замке. Этот на молнии. Есть вывод для наушников, если они у вас проводные по сей день. Ну, ключи, телефон. Телефон 5,5. Я проверял, залазит вообще без проблем. Место остается. Плюс она по ширине позволяет закинуть телефон, пауэрбанк. Еще чуть по мелочи там денежек закинуть. Толстый лопатник с баблом не влезет. Выполнена из какого-то тянущегося материала. То есть, да, он сам по себе тянется. Вот это все на резинках. Достаю из пакетов вот это говно. И чувствуется, что если у платка с акулами была синтетика, то здесь, я не знаю, в геометрической прогрессии... Не, фу, погано. На руках остается. Хрень полная. Не, майка сшила. Вообще, на самом деле, на картинке у продавца все выглядело намного круче. Так вживую я смотрю, я как будто просто тупо синяя майка в желтый горошек. Через объектив камеры, ну, слегка дает какой-то 3D эффект, я посмотрел. Но по факту вживую глазами вы никакого 3D эффекта не наблюдаете. Какие-то национальные узоры. Я знаю, что здесь. Я увидел уже вот эти рисунки. Не знаю, как правильно называется. Халат, накидка, платье мужское или что это. В общем, у продавца, по-моему, было написано, что это халат викингов. Ну, как-то так. Прикольно выглядит. Вот эти рисунки выполнены с помощью какой-то клеющейся основы. Или краска, или наклейка. Не знаю, долго ли они продержатся или нет. Но сам по себе халат напоминает какой-то хлопок. Может, это не хлопок, я, может, ошибаюсь. Но это натуральный материал, это не синтетика. Он вообще не тянется. Видна структура волокон этих. Ну, как правильно. Короче, я не буду умничать. Сейчас пойду мерить, да и всё. А вот и халаты царские подъехали. Крой прекрасный. Буржуи китайские делать-то научились. Вот единственное, что... Если кабелем USB не подвязаться, всё богатство можно растерять. Ну, по факту, вот этот разрез, они, конечно, погорячились. Он практически до пояса поднимается. Если, как я сказал, кабелем USB не подвязаться, то у вас всё будет на виду. А так, сидит классно, чётко, пошито, здорово. Материал мне нравится. Ну, не знаю, очень похоже на натуральную ткань. Синтетикой никакой даже не пахнет. Швы ровные. Принт прелестный. В таком наряде князю на поклон можно. Бороду сбрил и вот решил не ждать, пока отрастёт новое, заказать из Китая. Нет, придётся ждать, пока отрастёт. Во-первых, сразу скажу, вот эта вот херня, я её вот так трясу, и с неё летят волосы. Блин, вот уже пучок налетел. Вот я в пакет собрал. Это вот всё, вот с этой... Блин, дети, смотрят, не хочу ругаться. В общем, это трэш. Это... Фу, это кака, кака. Нельзя это покупать, ни в коем случае. Стоит копейки, ссылку оставлю. Можете посмотреть, как у продавца выглядит. Но не вздумайте покупать. Это кака, фу-фу, фу-фу-фу-фу-фу. Условия розыгрыша. Чтобы принять участие в конкурсе на 20 долларов, надо поставить лайк, написать абсолютно любой комментарий и быть подписчиком моего канала. Как только это видео набирает 500 лайков, мы разыграем 20. Ну и всё, пока!